А сейчас у нас будет практическая часть нашего семинара. И на этом этапе самый главный вопрос, как восстановить вновь то, что было до карантина. То есть домашние группы, евангелизация, служение людей. И как вновь зажечь людей, быть активными членами церкви и служить Богу. И я хочу, чтобы вы могли обратить внимание на место из Библии. Это 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих. 1 Фессалоникийцам, 2, 7. И здесь написаны такие слова. Это говорит апостол Павел. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как карамелица, нежно обходится с детьми своими. Здесь апостол Павел, он говорит о том, что когда они посещали церковь в Фессалонике, то они были нежные, как карамелица. Братья и сестры, пусть сейчас откровением для вот этого периода времени, для каждого из нас, как служителя, будет именно это. Отношение к людям нежное, как у карамелицы. Это очень важно. А почему это важно сейчас? Да потому что люди не по своей вине не посещали служений. Их вынудили обстоятельства. Многие из них хотели, но так получилось, что мы не могли собираться вместе, как раньше. Из-за того, что долго отсутствовало такое полноценное общение, некоторые из людей, они могли зашататься, некоторые из людей, они могли угаснуть. Поэтому сейчас не время быть строгими, не время винить людей. Время действительно быть нежными, как карамелица, как сказал апостол Павел. А что такое нежно, как карамелица? Братья и сестры, первое, это бережно, это терпеливо, это мягко. Второе, здесь апостол Павел, он говорит, что он посвящал долгие часы. Он говорит, даже до изнурения. Он посвящал этим людям. Он объяснял им, как детям, самые важные вещи. И вот в стихе 11-12 он говорит, «Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили, мы убеждали, мы умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Вот апостол Павел говорил о том, что они как карамелица, как такая мама с грудным ребеночком, они написано умоляли, просили, наставляли людей. Братья и сестры, дорогие, чтобы вновь зажечь людей, я хочу дать несколько практических советов. Первый совет, очень важный, гореть самому. Без этого не получится ничего. То есть сам лидер прежде всего должен гореть. То есть это убежденность лидера. Это никогда в жизни не перескочишь через это. То есть первое, это лидер должен быть убежден, и лидер должен гореть. Я вам приведу пример, чтобы было понятно. Я помню, как когда-то у нас был такой случай, мы собирались выехать в Радомышль на какой-то выезд, и, знаете, каждый район или регион, он давал количество людей, которые должны были поехать на этот выезд. Знаете, у кого-то было там 10 человек, у кого-то было 15 человек, а у одного брата, это пастыря района, не было ни одного человека. И когда я поинтересовалась, скажи, а почему у тебя нет ни одного человека? Ведь это такой важный выезд. Он говорит, потому что у меня никто не смог. Я говорю, просто все люди, все дьякана никто не смог. И я решила перезвонить всем этим людям. Я каждому из них лично перезвонила. Я узнала причину, почему они не могут. Я объяснила важность этого выезда. Я узнала причину, по которой они там не могут ехать. Конкретно послужила каждому человеку. И знаете, что произошло? В результате все до единого поехали. И я еще раз убедилась. Если лидер считает, что это не важно, то и все в его домашней группе будут считать, что это не важно. Если же лидер будет убежден, что это важно, то и все в домашней группе он сумеет зажечь, найти правильные слова, послужить людям, и они тоже поймут, что это важно. Поэтому первое — это гореть самому. Второе очень важно — это объяснить. Братья и сестры, нам иногда кажется, что люди до всего должны догадаться сами, потому что мы это понимаем, и они это понимают. Не всегда так бывает. Поэтому апостол Павел говорит, мы вас увещевали, просили, умоляли, наставляли, до изнурения себя довели, чтобы вы эти вещи поняли. Поэтому я вам приведу сейчас тоже пример. Знаете, есть люди, которым действительно сейчас страшно, они переживают, они там слышат какую-то статистику, которую по телевизору передают, они там слышат какие-то слухи, они помнят, как когда-то у нас на служении была толпа людей, все друг с другом там обнимались, целовались, они не знают, к примеру, как сейчас, они не посещали уже долгое время церковь. И они могут переживать и бояться. Недавно, перед тем, как мы уже начинали собираться вместе, если мы объявили, что в следующий раз у нас будет пять пятоков и так дальше, ко мне после этого объявления подходит один прекрасный человек, старшего возраста, он говорит мне, а ведь сказали, что старшим людям приходить нельзя на служение. Я говорю, как это сказали, приходить нельзя? Я говорю, а кто сказал, приходить нельзя? Ну там одна сестричка сказала, что старшим людям на служение приходить нельзя. Я говорю, послушайте, может быть, вам какая-то сестричка что-то и сказала, но вы же слышали объявление, которое было, что отслужение открыто, и могут посещать все люди всех возрастов. То есть какая-то сестричка где-то сказала. И поэтому как важно нам людям объяснить. А что же нам важно объяснить? Я хочу сказать три важные вещи, которые нам важно людям объяснить, потому что это влияет на их готовность или посещать служение, или не посещать служение, или иметь общение сейчас в церкви, или все-таки остаться дома. Первое – это безопасность воскресных служений. Братья и сестры, это очень важно – объяснить людям безопасность воскресных служений. Я сейчас вам скажу что-то, о чем вы, возможно, даже не догадывались. Хоть вы уже посещаете воскресенье, но вы можете об этих вещах не догадываться. Знаете, какие карантинные меры безопасности есть у нас в храме по воскресеньям? Первое – это масочный режим. Это то, что вы могли видеть, потому что мы все находимся в масках. Второе – это допустимая дистанция. И мы специально разграничили меточки. Это допустимая дистанция. Для этого мы перешли на пять потоков. Почему? Потому что иначе мы бы не могли соблюдать эту дистанцию. Поэтому мы перешли на пять потоков. Третье – это вентиляция всех помещений. У нас есть специальная система вентиляции. Четвертое – у нас есть бактерицидные рециркуляторы, то есть очистка воздуха от вирусов и бактерий. Они тоже здесь стоят, вы могли их просто не заметить. Следующее – у нас есть температурный скрининг. Вы видите, что проверяют температуру при входе. На каждом этаже в туалетах дозаторы для дезинфекции рук. Каждый час есть обработка перил, ручек, дверей. Мы уже ушли со служения, а у нас есть специальные люди, которые обрабатывают все это – перилы, ручки, двери. У нас есть соблюдение карантинных мер на улице и в парке. И также у нас это техническое обеспечение карантинных мер сертифицировано. То есть это не просто какой-то там непонятно какие фирмы. Это сертифицированные, специальные, так что мы можем им доверять. Братья и сестры, поэтому мы сможем объяснить людям, а ведь действительно в нашем храме, слава Богу, безопасно. Я думаю, что заразиться здесь в храме, поверьте, просто невозможно, если мы будем соблюдать лично мы меры предосторожности. Что еще очень важно? Это было первое – меры безопасности в храме. Второе, что нам нужно людям объяснить – это обеспечить безопасность своих домашних групп. Вы знаете, что у нас уже мы начали проводить домашние группы, членские. Братья и сестры, очень важно, сейчас высветят эти меры, это уже не руководство церкви, это каждый пастырь должен обеспечить. И люди будут это знать, и они не будут об этом переживать. Давайте так, что у нас первое? На улице. Давайте так, есть ли в помещении? Если в помещении, то все должны быть в масках. То есть вы будете проводить домашнюю группу в помещении, все люди должны быть в масках. Продолжительность не более одного часа. И третье, если кто-то больной, что он делает? Он не приходит на домашнюю церковь. Это очень важно до людей донести. Он не сидит в маске или без маски просто на кого-то кашляет. Он дома остается. Это так, если мы домашку собираем дома. Если на улице можно без масок, продолжительность не более двух часов, и соблюдаем дистанцию. Да, мы без масок, но мы соблюдаем дистанцию. Братья и сестры, если кто-то не может прийти по причине болезни или еще чего-то, то он может подключиться к домашней церкви, допустим, или в зуме, или в телефонном режиме. Вот даже включить громкую связь. Пусть он не будет там присутствовать лично, но он будет слышать, что происходит на домашней группе, и все равно будет в теме. Но это уже в таких случаях, человек заболел, ЧП, что-то произошло. А всех остальных он может уже быть на домашних группах. Это второе, что нам важно объяснить. И третье, братья и сестры, объяснить, что все-таки онлайн служение и служение в храме, они имеют разницу. Одно дело, мы все были онлайн, потому что не разрешали собираться, мы все были в онлайн, но все мечтали собраться вместе. И вот все-таки, когда мы собираемся в храме, я сейчас вижу, уже три раза это произошло. Смотришь, братья и сестры, руки поднимаем, Бога славим. Мы после того, как ушли со служения, люди стоят на улице, общаются. То есть мы собраны как церковь вместе, и это невозможно сравнить с тем, что просто ты будешь один дома у телевизора. Да, было время, мы собирались так. Почему? Для всех было одинаковое время. Но очень важно людям объяснить, как хорошо, что мы можем вместе собраться как церковь. Только, братья и сестры, еще раз напоминаю, все мы это делаем нежно, как кормилица со своими детьми. Объясняем людям нежно, мягко, вежливо, не строго, не давить на людей, а просто объяснить, почему. Это было второе, объяснить. И третье, братья и сестры, это вдохновить. Очень важно вдохновить. Мы говорили, первое, гореть самому. Второе, объяснить важные вещи. И третье, это людей вдохновить. Я бы сказала так, дорогой друг, вот у тебя есть домашняя группа, и ты видишь там, кто-то из людей хочет гореть желанием, кто-то не горит желанием. Люди разные. Хочу вам сказать, что за время карантина некоторые люди просто привыкли уже так жить. Они уже привыкли обходиться без этого. И что же делать? Сказать, ну он уже так привык. Это будет пункт номер один. Я считаю, что он не хочет. Но если я хочу, я вдохновлю его, я объясню ему, я расскажу ему. И вот первое, это перезвонить каждому человеку. Перезвоните людям в своей домашней группе. Особенно тем людям, которые зашатались. Особенно тем людям, которые, возможно, вы слышали, что они уже в грех впали. Особенно тем людям, которые начали угасать. И мягко, беседами постараться вернуть этого человека. Это очень важно. Послужить этому человеку, пусть сначала по телефону, помолиться за этого человека, а потом пригласить его, чтобы он вновь стал приходить на домашнюю церковь. Второе, братья и сестры, это собрать их в семейной атмосфере. Возможно, даже первую домашнюю группу сделать такую, знаете, ну, такого семейного общения. Можно даже сделать пикник где-то, вот выехать куда-то. Вот побыть в таком, чтобы люди опять прочувствовали эту прекрасную душевную атмосферу, которая на домашней группе. И третье, братья и сестры, это все-таки побуждать людей к действиям. Уже пришло время побуждать людей к действиям. Потому что на время карантина люди вынуждены были оставить привычный режим, очень многие люди. А теперь нам нужно, знаете, толкнуть вновь этот паровоз с места. Самое тяжелое – это толкнуть. Потом, когда он уже будет ехать, будет легче. Но первое, такие, знаете, пусть это будет, ну, такой момент, когда мы примем решение. Господь, помоги мне. Я хочу вновь толкнуть, я хочу вновь начать, хочу вновь вдохновить. Братья и сестры, мы будем побуждать людей служить Богу. Я понимаю, что сейчас у большинства из нас нету поместных церквей. Лично в моей поместной церкви очень многие люди служили на поместной. Мы сейчас не можем им дать такую возможность. Но, братья и сестры, скажите, благовествовать – это служение Богу? Да. Скажите, благовествовать может всякий сейчас? Да. Люди вернулись на работы, мы можем, мы общаемся с людьми. Давайте будем побуждать людей к действиям. Давайте будем побуждать людей к благовестию. Давайте будем вновь зажигать их на это. Кто может служить сейчас в конкретном служении? Пожалуйста. Если нет, мы дождемся наших поместных церквей, те, которые служили, они возобновятся в служении. Но все сейчас люди, они могут начать с того, чтобы просто благовествовать Евангелие Иисуса Христа. Братья и сестры, я хочу сказать, да, выводы, подытожить. Первое, напоминаю, это гореть самому. Второе, это объяснить людям важные вещи. И третье, вдохновить людей. Мы сейчас будем молиться, и я хочу перед молитвой, братья и сестры, опять напомнить нам. Сейчас очень важно, дорогие лидеры, сейчас очень важно, чтобы наше сердце было как сердце у кормилицы. Скажите, Иисус Христос относится к нам с таким сердцем? Я могу сказать, да, Иисус Христос относится к нам с сердцем кормилицы. Он относится к нам мягко, он относится нежно и терпеливо. В Библии написано, что он трость надломлено не надломит, и льна курящего он не угасит. Он никогда не добьет человека, который вот еле дышит. Он не добьет, он поможет. Сколько раз он терпеливо объясняет нам по тысячу раз одно и то же, пока мы не поймем. Я могу сказать, что да, Иисус Христос относится к нам как кормилица, к своим детям. И здесь мы читали про Павла. Он говорит, мы к вам пришли как кормилица. А скажите, всегда ли Павел был кормилицей? Когда-то эта кормилица была убийцей. Когда-то, написано, он был хулитель, гонитель и обидчик. Это был человек с таким сердцем, когда он отнимал матерей от детей. Дети плакали. Скажите, какое сердце все-таки жесткое нужно иметь, чтобы оторвать маму от ребенка? Но он это делал. А потом его сердце стало у самого как у кормилица нежное. А знаете почему? Потому что Дух Божий, Дух Иисуса Христа преобразил его в образ Божий. И поэтому, братья и сестры, этот Дух действует сегодня в нас. Поэтому и наше сердце нам может тоже быть как у кормилицы. И я хочу сказать, дорогой друг, можно сейчас горевать и говорить, о, когда-то до карантина, вот у меня все было, теперь оно все угасло, теперь оно все прекратилось. Да, можно так смотреть на ситуацию, а можно посмотреть на нее другими глазами. И знаете как? Как на возможность все начать заново, по-новому. И Бог говорит, все творю все новое. И Он даст нам силы начать по-новому и все возродить. И давайте мы сейчас встанем, братья и сестры, давайте мы помолимся. Я хочу сказать, что у нас все получится, потому что с нами Господь. У нас все получится. Давайте мы сейчас свершим молитву, мы обратимся к Господу и скажем, Господь, помоги нам все это возродить. Господь драгоценный, помоги нам все это возродить. Давайте мы помолимся, чтобы Господь дал нам вот это вот сердце нежное, мягкое, как у кормилицы. И пусть Господь благословит всех членов наших домашних групп, чтобы они восстановились. А те, которые зашатались, они восстановились. Те, которые отступили, они возвратились. А нам дал силы и благодати вернуть этих людей. Дорогие лидеры, давайте мы об этом сейчас помолимся. Дорогой наш Господь и Бог, мы Тебя за все благодарим. Мы благодарим Тебя, Иисус, за то, что Ты имеешь к нам такое отношение нежное, мягкое, терпеливое. Мы Тебе очень сильно за это благодарны, Господи. Мы благодарны Тебе, Господь, что Ты готов вновь и вновь нам объяснять, если мы не понимаем. Ты утираешь наши слезы, Господь, если мы слабеем. Ты на нашей стороне, Господь, если мы каемся, Господь, Ты поднимаешь нас вновь. Господь, дай нам тоже такое сердце, чтобы мы могли так относиться к людям. Господь, драгоценный, помоги нам все восстановить. Господь, пусть наши домашние группы вновь восстановятся. Пусть они станут благословенными и прекрасными. Господь, по-новому начнутся, Господь. По-новому возроди, Господь, мы все. Боже мой, драгоценный, мы просим Тебя о том, чтобы Ты вновь поднял, чтобы Ты вновь благословил, чтобы люди хотели служить Тебе, чтобы они хотели, Господь, вновь, Господь, быть активными членами церкви. Господь, драгоценный, благослови нас в этом Боже, те люди, которые упали, Господь Пусть они по кальцам возвратятся Господь, те люди, которые зашатались, Господь Пусть вновь станут крепкими Мы благословляем их, Господи И мы просим, благослови этот новый стар домашний групп И пусть как росточек из сухой земли, Господь Они начнут проклевываться И вырастет прекрасное благословенное растение Мы молим Тебя, чтобы зацвели вновь эти сады Благослови нас, Господь Пусть люди восстановятся в служении Пусть восстановится евангелизация, Господь Пусть люди обновятся в желании Богу служить Господь, мы благословляем во имя Иисуса Христа И мы Тебя за все благодарим И мы познавим, что Ты будешь с нами Ты, Господь, ибо Ты создал церковь И врата ада ее не одолеют Ты находишься посреди церкви, Господь Она Твоя, Господь И Ты ее вновь возродишь и восстановишь Каждую домашечку во имя Иисуса А Тебе за все слава Великий Бог во имя Иисуса Аминь Да благословит Вас Господь